Ассоциация ревматологов России, научному руководителю научно-исследовательского института ревматологии имени Валентина Александровна Насоновой, академику Российской академии наук Евгения Львовича Насонова. Другой Андрей Валерьевич, дорогие коллеги, друзья, действительно хорошая традиция, уже много лет мы собираемся, всегда с колоссальным успехом проходят эти конференции, и в преддверии съезда ревматологов России. Особенно приятно встретиться. Все мы москвичи и понимаем прекрасно, насколько важен наш город. Я позволю себе даже перед съездом кое-какие слайды, которые я готовил специально для съезда, я покажу вам. Здесь такой канонический слайд, который показывают все, но весь днем новые нюансы. В нем все мы очень любим песню, наверное, любим «Дотель Калифорнии», знаменитая группа «Иглз», Глен Фрей, автор этой песни. Вот, к сожалению, он умер от ревматоидного артрита. Это большая потеря, это произошло недавно. Во время съезда я включу клип соответствующий, сейчас пока без клипа это дело пойдет. Ну, а если вернуться к началу, то мы понимаем, что ревматоидный артрит – это действительно чрезвычайно сложное заболевание. Это много болезней. Это заболевание, которое вот сейчас условно разделяется на фенотипы, эндотипы. Ну, фенотип – это самый простой, серопозитивный, серонегативный ревматоидный артрит. А вот, что касается эндотипов, то это, конечно, будущее ревматологии. Я думаю, что мы до этого времени доживем, когда мы действительно сможем прогнозировать течение болезни, начиная с ранней стадии. И второй очень важный этап – это возможность поддержания ремиссии. Я сразу бегаю вперед, потому что здесь все сидят друзья, коллеги, все прекрасно понимают, о чем идет речь. Потому что мы хотим добиться ремиссии, но мы хотим ее потом поддерживать максимально простым и дешевым способом и легким для пациента. И вот прогнозировать, у кого может развиться обострение, у кого не может развиться обострение – это тоже чрезвычайно важный, может быть, не менее важный момент, чем предсказание эффективности терапии в дебюте заболевания. И вот в этом контексте выделяют различные эндотипы, которые связаны с различными патогенетическими механизмами, которые, кстати, разные. И об этом сейчас все говорят. Мы лечим ремотоидноартрит вроде одного больного, но тот процесс, который наблюдается в ранней стадии, он кардинально отличается от того процесса, который наблюдается на более поздней, вроде развернутой стадии болезни. Поэтому мы пока лечим только, влияя на общие механизмы развития болезни, поэтому не в виде критики. Но у нас как-то, может быть, это и хорошо, что любят некие знаковые термины, там, таргетные терапии. Ну, все это очень хорошо. Если мы будем понимать, о какой таргет, то, что, допустим, некий препарат блокирует, или какой-то цитокин, или какой-то малякоротранскрипции, это абсолютно не значит, что это является мишенью терапии, потому что могут быть колоссальные количества вторичных последствий этого так называемого таргета, который, в общем, может быть, абсолютно непредсказуем. И вот здесь, мне кажется, принципиально важные вещи, я об этом буду говорить, хотя понимаю, что в наше трудное время, да и не только в трудное время, а в целом такие вопросы, как профилактика ремотоидного артрита, звучат очень идиозно. Но, тем не менее, мы понимаем, что вначале это факторы внешней среды, я потом буду об этом говорить, какие стадии ремотоидного артрита сейчас выделяют, в том числе курение, как такой универсальный фактор риска развития вообще провоспалительных состояний, потому что рак тоже провоспалительное состояние. И дальше это все переходит в ранний период болезни, который, может быть, я об этом, опять же, скажу более подробно, бессимптомный, или проявляться неспецифическими болями в суставах. И вот, по идее, конечно, именно в этой стадии надо было бы воздействовать на болезнь. Вопрос заключается в том, как выявить этих пациентов. И понятно, что здесь речь идет о многих факторах, частично связанных с квалифицированностью кадров, с доступностью ремотологической помощи, а частично связанных уже с теми факторами, на которые нам трудно повлиять. Это малое количество симптомов, когда пациент просто не доходит до врача. Следующий этап – это то, что мы называем ранним артритом. И здесь тоже мы можем очень серьезно помочь пациенту. И мы помогаем. 50-60% с помощью простых достаточно способов, типа монотерапии миотрексатом, сочетания с глюкокортикоидами, или без них мы достигаем ремиссии. А дальше вот эта необратимая стадия, с которой мы, собственно, имеем дело. И вот этот весь арсенал новых средств, включая таргетную терапию, естественно, блокирование цитокинов, Б-клеотоктейлимфоцетов. Ну, здесь мы, к сожалению, добиваемся уже несколько худших результатов. И вот в 67 лет Глен Фрей умер от осложнений. У него еще язвенный калит был в сочетании с рематоидным артритом. Но тем не менее, если вы посмотрите, кисти действительно у него изуродованы. Это последний такой известный человек. И вот здесь я специально поставил его молодым с сигаретой. Ну, как бы имею в виду, что какой-то фактор риска у него в этом отношении был. Ну, вот терминология. Это, вообще-то, очень важная работа. И нам надо ее как-то хорошо представлять себе. Вот эти фазы А, Б, С, Д и Ф рематоидного артрита. И здесь выделяется как бы пререматоидный артрит, то есть стадия, когда, кто-то, по-моему, у Успенского есть. Вы очень счастливые, но вы об этом не подозреваете. Какая-то такая фраза есть. Но здесь вы можете болеть рематоидным артритом или можете заболеть рематоидным артритом, но вы об этом никогда не узнаете. Вот это стадия, когда мы действительно выявляем или можем выявлять у бессимптомных, при случайном обследовании, аутоиммунные нарушения. В первую очередь это рематоидный фактор, АЦЦП. Кстати говоря, может быть, я немножко так буду отрывочно говорить, но очень интересная вещь. Когда мы смотрим вообще у всех пациентов, то, конечно, частота очень низкая. Где-то 0,1%, что соответствует и распространенности рематоидного артрита в популяции. А вот если мы возьмем группу больных с мышечно-скелетными, болями, с любыми, вот просто, то там уже получается почти 2%. То есть там резко вот, как бы мы сужаем круг вот этих пациентов, которые потенциально могут болеть рематоидным артритом, хотя у них это все может... Вот я вчера мы смотрели, Наталья Владимировна смотрела пациентку. Два года. Это тазобедренные суставы, стопы. Ну, естественно, сиронегативный спондилоартрит. В общем, все вот это вот. Потом классический рематоидный артрит. Ну, в общем-то, два года она наблюдалась у рематологов при этом. Даже сакролит у нее обнаружили. Ну, это я говорю просто к слову. Вот клиническая подозрительная артрития. Я тоже об этом несколько позже скажу. Недифференцированный артрит и рематоидный артрит. Вот здесь, пожалуй, самое важное. Это вот эта клиническая подозрительная артрития. Воспалительная артрития, как ее называют. Ну, вот определение. Мне этот слайд как бы очень нравится, потому что он возвращает всех нас к каким-то простым клиническим понятиям. Здесь даже нет АЦЦП, рематоидного фактора, цириактивного белка. Ничего нет. Есть просто желание что-то спросить у пациента. Ну, сколько у вас суставов болят? Ну, неважно как. Есть воспаление, нет воспаления. Обратить внимание на кисти, что тоже крайне важно. Обратить внимание на утреннюю скованность. Вот я просто хочу еще раз подчеркнуть, что ведь утренняя скованность, она выпала из критериев АКР и ОЛАР. Почему? По непонятной причине. Сейчас опять возвращаются к утренней скованности, как к очень важному такому симптомокомплексу, характерному дирематоидного артрита. Максимальная выраженность симптомов утренней часы. Вот этот важный момент. Ну, знаете, мы просто, наверное, плохо спрашиваем. Но если очень подробно спрашивать, именно вот на это упирать, как не просто, ну мало ли там, чем мама не болеет. Все говорят, у меня мама там скрючила ее. Мы думаем, ну, наверное, артроз какой-нибудь. Ну, в общем, вот это очень важный, как оказалось при многофакторном анализе, фактор. Ну и потом мы знаем, это днецовое исследование, где-то 50-60% генетических факторов вносят вклад на виду с факторами внешней среды. Поэтому вот эта вот возможность, что может быть кто-то из кровных родственников болел ревоматоидным артритом, это чрезвычайно важный момент. Я сейчас не буду об этом много говорить, но это колоссальные исследования сейчас проходят пилологические, в Америке такие большие сейчас когорты, именно вот среди кровных родственников. И второй момент это, вот невозможность жать руку в кулак, очень характерный симптом, все мы его знаем, да, даже вроде бы хороший эффект, а не может до конца, особенно если противодействует. И вот этот положительный тест поперечного сжатия кисти и стоп. Вот мне кажется, это каждый терапевт должен, ну, по крайней мере, это себе представлять. Тогда ситуация может как-то у нас с ранней диагностикой улучшиться. Вы видите, очень высокая чувствительность, 90%, специфичность 70%, это очень прилично, то есть имеет смысл это. Ну и, конечно, надо пробировать на нашей популяции пациентов. Ну вот почему это все важно? Это важно не только с клинической точки зрения, потому что, ну вот как объяснить, вот что такое артральгия, если нет воспаления. Нет воспаления, даже при УЗИ, при МРТ не обнаруживается, вот просто болят суставы. И вот поэтому я показываю вам этот слайд, я считаю, что он имеет фундаментальное значение, потому что вот этот, как бы, феномен, год уже о нем говорят, аутентительная боль. То есть боль, связанная с тем, что аутентитела могут через соответствующие механизмы вызывать ноцицептивную боль без воспаления. Вот обратите внимание на это. Причем этот процесс, он связан, как бы, с другим очень важным процессом, который в старину назывался околосуставной остеопороз. Когда нет никаких эрозий, то есть вот эта небольшая потеря костной ткани, и очень опытный ревматолог, рентгенолог может увидеть. Я, например, никогда не мог понять, что такое околосуставная остеопороз, но, наверное, это существует. Действительно существует, потому что, если делать локальную денситиметрию, то там мы видим потерю костной ткани. Кстати, мы с Александром Смирновым тысячу раз об этом говорили. И, кстати, это же ведь способ очень важный. Он, по идее, не хуже, чем УЗИ или МРТ, а именно определение неральной плотности костной ткани в зоне пораженных суставов. Так вот, не расписывая подробно эти механизмы, я просто хочу подчеркнуть, что все, как это ни парадоксально, связано со стокластами. То есть от АЦП, антилактеструлину, могут активировать остеокласты, и те, в свою очередь, начинают синтезировать антралекин-8. Антралекин-8 – это основной медиатор боли, вот именно при воспалительных артритах. И, естественно, активация остеокластов приводит к остеопорозу, и потом к костной морозе. Но это все наблюдается до развития воспаления. Поэтому, вот обратите внимание, я ведь недаром все это говорю, вот можно было бы сколько угодно показывать этот слайд, если бы не было понятно, а как это еще может быть? Когда нет артрита, вот посмотрите, артрагия. Все, болезнь сустава, но нет артрита. И, естественно, это, видите, дальше это переходит уже в боль, но боль, связанная с сеновитом, которую мы хорошо знаем. Но вот это чрезвычайно важное понимание того, что действительно существует вот эта ранняя артритологическая стадия. Неспецифическая, неспецифические боли в суставах. Не обязательно в кистях. Но если это в кистях, да еще утренняя скованность, это, конечно, чрезвычайно важно. Теперь по поводу фармакотерапии. Ну, рекомендаций много. Конечно, рекомендации ЮЛАР, но я буду их показывать, тоже на съезде, в плане там «Найди две разницы». Есть такая замечательная игра, сгиб детская еще. Вот у меня есть там Джаконда, значит, еще там что-то есть. В общем, между две рекомендации 2014 и 2016 года, в принципе, никакой разницы нет. А вот рекомендации ЮЛАР по поводу раннего артрита все-таки 10 лет прошло. 2007 год и 2017. Это большой срок. Это первое. Второе, это то, что эти рекомендации 2007 года, они же вышли до рекомендаций ЮЛАР. Это вообще первая нормальная рекомендация. И на самом деле, если внимательно прочитать, там все и было прописано. Уже потом Смолин, вот эта большая группа, они как бы это все повторили. Вообще, вот это были первые рекомендации, сейчас вторая версия. Ничего такого там, может быть, нет сверхъестественного. Но опять же, пощеркиваю, речь о раннем артрите, не обязательно ревматоидном. Вот в группу ранних артритов они вносят все, как бы, заболевания, которые могут проявляться с раннего артрита. Это могут быть и дебюты, допустим, спондилоартрита, это могут быть дебюты остеоартрита, ну, как бы остеоартрит, это могут быть. Системные заболевания соединительной ткани, вирусные артриты. Вот это то, что они называют ранние артриты. Это дают рекомендации не для раннего ревматоидного артрита. Рекомендации для раннего ревматоидного артрита прописаны в рекомендациях Юла 2016 года, ну, тоже 2017. Другие рекомендации. А это ранний артрит. Ну, и вот, собственно говоря, мы написали по этому поводу, как мы всегда делаем комментарии, и они выйдут как раз в том номере журнала, который будет вложен в портфель делегатам Конгресса съезда ревматологов России. И там, собственно, все очень подробно написано. Поэтому я очень коротко скажу, о чем идет речь. О том, что, значит, надо диагноз поставить. И здесь очень важный момент. Вот я просто даже хочу обратить внимание на нюансы, а не на, как бы, мы понимаем, да, как обследовать пациенту, когда мы не знаем, какой диагноз. Как ни парадоксально, абсолютно непонятно. Вот послушайте меня. Это очень интересная вещь. Надо ли у таких больных с ранним артритом смотреть HLB-27 и смотреть антинуклеарный фактор. Вот как ни парадоксально, казалось бы, да, мы что, сумасшедшие? Ну, как же так вот, если у пациента болят суставы, это же может быть дебют волчанки, да, и спондилоартрит. И вот оказалось, что в этой группе пациентов, конечно, желательно, но это неоднозначно. То есть это мало что привносит дополнительной диагностической ценности по сравнению с, ну, таким стандартным клиническим инструментальным обследованием. Я почему об этом говорю? Потому что у нас, ну, как-то вот надо, мне кажется, сейчас обращать на это внимание, что возможностей у нас много. Надо просто понимать, зачем и что мы делаем. Ну, и, собственно говоря, выявить вот эти факторы, о чем мы уже говорим, вот надо специально, конечно, это вот, как раз на съезде, меня попросили на эту тему выступить. Это что такое факторы вот этого, как бы, неблагоприятного прогноза? На самом деле все очень просто. Это высокий АЦЦП, ремотоидный фактор, цириактивный белок, ранний эрозий, все это мы хорошо знаем. И вот как бы, если это есть, то тогда очень вероятно, что это дебют ремотоидного артрита раннего. Ну, а что касается фармакотерапии, то еще все проще. Это всем больным дует метриксат. 100% больным до того, вот послушайте, как поставлен диагноз ремотоидного артрита. А если мы подозреваем, что это может быть ремотоидный артрит, и четко понимаем, что это не септический артрит, ну, то есть, что это не гной в суставе, все, нет вообще никаких вопросов. Дальше разберемся, какой тип артрита. Это экс-юб антибус, это эмпирическая терапия, это можно назвать как угодно. И это не вызывает никаких сомнений. А дальше уже нюансы. В зависимости от этого, какая доза, здесь, к сожалению, мы должны подбирать. Мы не знаем, кому-то может помочь 15 парорально, а кому-то 25 подкожно. Доказано, что быстрая эскалация дозы. Вот, смотрите, какая интересная вещь. Можно я два слова скажу? Вот такая работа была, Полем Эмли, сделана, сейчас только опубликована. Ну, это вот такая тематика по поводу как раз цимзии, церторизумаба пигола. Значит, вот монотерапия метатриксата и комбинированная терапия раннего артрита с церторизумабом пиголом и метатриксата. Но чем отличалось это исследование от всех других? Тем, что метатриксат назначали так, как полагается впервые. То есть, быстрая эскалация дозы до 25, правда парорально, до 30. И они сразу получили 50% ремиссии в группе монотерапии метатриксата. Ну, комбинация с цимзией была получше. Ну, понимаете, да? Это вот очень как бы важные результаты, потому что обычно мы рисуем цифру 30%. Ну, как бы вот отвечают 30% ответчиков и 70% неответчиков. Ну, вот использовал вот этот подход, который, собственно говоря, всеми рекомендуется, а его использовали, как это ни парадоксально, в клинических испытаниях первый раз. Потому что никто вот так нормально контрольную группу не формировал. Сразу получили совсем другие результаты. Ну и дальше, вы видите, на этом все и останавливается. Потому что это уже геноинженерный препарат, это уже не ранний артрит, это уже рематоидный артрит, да? Есть ли неэффективный монотерапия миотриксата? И я сейчас не буду обсуждать проблему глюкокротикоидов. Значит, вот, кстати, очень смешно, но как раз читая внимательно вот этот такой труд большой по поводу уже рекомендаций ЮЛАР, ну, посвященных раннему артриту, вот там написано, что вот эксперты долго думали, и, значит, если в предыдущих рекомендациях в связи с глюкокротикоидом там стоял плюс-минус, то теперь они поставили плюс. Как бы надо давать чуть ли не всем больным. Ну, очень сомнительный, конечно, вывод. Они сами об этом пишут. Но, тем не менее, место глюкокротикоидов именно короткого курса, то, что мы называем много-много-много-много лет бичтерапия, стало более жестко. Наверное, нам надо как-то еще специально этот вопрос обсудить. Но, в общем, вот это так. Ну, наверное, у пациентов, у которых, ну, очень высокая активность, неблагоприятный прогноз, ну, их хочется добиться побыстрее эффекта, может быть, имеет смысл короткий курс глюкокротикоидов провести. Ну, непонятно, что такое короткий курс, непонятно, какая доза. Они там очень долго обсуждают, что вот есть Кобра, значит, 60 мг, надо давать, да, потом быстро снижать, или там давать 30 мг, или 120 мг внутривенно. Ну, в общем, ничего не понятно. Вот, собственно говоря, вот и все. Вот, все очень просто. Но стало более надежно. То есть уровень доказательности более высокий. Ну, и вот здесь я просто представил, я много раз уже показывал эту картиночку, о том, что действительно есть, ну, столбовые показания для значения метриксата. Есть, ну, скажем так, возможные показания, где метриксат, по крайней мере, не навредит. И это обосновывает вот эту концепцию, причем это термин ревматический артрит, это не мой термин, это не термин Анатольевна Кенченестерова, как бы. Это тот термин, который ввели наши сейчас зарубежные коллеги в эту концепцию раннего артрита. Это может быть даже и остеоартрит, по большому счету. И проводится при всех этих, или, по крайней мере, при остеоартрите, при псевдоподагре, исследование, которое подтверждает, что, по крайней мере, метриксат может быть эффективен, а может быть и неэффективен. Но не навредит уже это точно. Ну, и по поводу подкожного метриксата, я хочу сказать буквально два слова. Действительно, это очень большое исследование, где было показано, что действительно пациентов с ранним артритом монотерапия подкожным метриксатом позволяет снизить потребность назначения последующих геноинженерных препаратов. Очень серьезно. А вот терапия пароральным метриксатом не позволяет снизить потребность геноинженерных препаратов. Ну, вот это надо просто понимать. И это обосновывает то, чем наш институт, и вообще московские ревматологи, мы занимаемся довольно давно, это попытка все-таки оптимизировать терапию метриксатом. И делаем это абсолютно правильно, и накапливаются данные. Ну, и теперь по поводу перспектив. И на этом я закончу. И можно ли предотвратить ревматоидный артрит? Ну, вот есть данные многочисленные, полученные на модели коллагенового артрита в основном. А это важные данные. Сейчас ни одно лекарство не испытывается без, естественно, экспериментальных исследований. И вот мы понимаем, что мы можем по-разному посмотреть на вот этот процесс развития коллагенного артрита как на модель развития ревматоидного артрита. То есть мы можем дать некое лекарство здоровой мышке, а потом индуцировать развитие артрита. Мы можем индуцировать развитие артрита одной инъекцией и дать лекарство. А потом второй инъекцией, бустерной, вызвать мощное ускорение артрита. И можем давать лекарство после того, как уже после второй инъекции. То есть то, что мы называем развернутый ревматоидный артрит. И вот было много исследований, и был проведен мета-анализ этих исследований, который показал одну очень важную вещь. Что у пациентов, у которых еще нет артрита, то есть как профилактика, помогает метриксат, аботоцепп, притуксимат, я говорю, на мышах. У пациентов, у которых уже мы индуцировали развитие артрита, помогает метриксат, и не помогают ингибиторы фактора некрозопухоли, ингибиторы интерлекина-1, что вообще парадоксально. И у пациентов с развернутым ревматоидным артритом помогает метриксат, ингибиторы фактора некрозопухоли, ингибиторы интерлекина-1 и аботоцепп. Вообще это очень важно, потому что, в принципе, это соответствует тому, что мы имеем и у человека в этом отношении вот это исследование, которое сейчас буквально опубликовано, сразу была большая передовая, и, пожалуй, это вся самая, ну что ли, такое обсуждаемая новость ревматологии. Это исследование Промт, о котором мы говорим уже, ну, 10 лет, потому что тоже это обследование было опубликовано в 2007 году. Это первое исследование по профилактике ревматоидного артрита. То есть не по профилактике, а по попытке модифицировать течение заболевания на самой ранней фазе. Много раз мы его показывали, говорили. Это когда пациентам, у которых не было ревматоидного артрита, был дифференцированный артрит, давали метриксат, 15 мг в год, или плацебо. И дальше смотрели, разовьется ревматоидный артрит или не разовьется. И я пропускаю первичные данные. Через 5 лет оказалось, что абсолютно одинаковое количество пациентов развился ревматоидный артрит, из чего был сделан замечательный, абсолютно правильный вывод, о том, что метриксат не предотвращает развитие ревматоидного артрита. Но по прошествии определенного времени те же самые авторы, включая наших друзей, которые были в институте, Алард, Кузинга, значит, они провели повторный анализ этих данных. При этом они сделали одну принципиальную, но очень простую вещь. Они как бы представили, это хорошо известно, что ранний артрит, он течет по-разному. Часть пациентов может спонтанно выздороветь, часть пациентов может развиться какое-то другое заболевание. И в тот же самый период был разработан вот этот Лейденский счет, по Лейденскому счету, по Гамбургскому. И мы о нем говорили 5 лет 5. И даже валидировали, пытались валидировать. Это прогнозирование риска развития ревматоидного артрита у пациента с недифференцированным артритом. И действительно, вот эта как бы идея, она предшествовала появлению критериев ЮЛАР новых для раннего артрита. Я за неимением времени сейчас вынужден заканчивать, но просто хочу, чтобы мы поняли вот этот принцип. И вот, вот эта группа пациентов, исследование Промт, она ретроспективно была реклассифицирована на тех пациентов, у которых действительно мог развиться ревматоидный артрит, кто имел высокий риск. И у кого не мог развиться ревматоидный артрит, у кого был низкий риск. То есть они разделили пациентов, у кого был счет больше 8 баллов и меньше 8 баллов. И получили потрясающие результаты. Оказалось, что у тех пациентов, у которых действительно есть риск развития ревматоидного артрита, монотерапия метатриксата средней дозе, парорально, достоверно предотвращает развитие ревматоидного артрита. То есть он развился у 100% больных в группе плацебо и меньше, чем половины пациентов в группе метатриксата. И показано, что кроме всего прочего, еще один потрясающий был получен результат. Это безлекарственные ремиссии. То есть в группе пациентов, у которых получали, опять же, подчеркиваю, довольно хилую терапию и в течение ограниченного времени. У них достоверно чаще, чем в группе плацебо, развивалась безлекарственная ремиссия. Значит, о чем это говорит? Это говорит даже не о метатриксате. Это говорит о том, что в принципе это все достижимо. Но надо правильно подбирать больных, надо правильно планировать эти исследования. И вот сейчас, собственно говоря, об этом все и говорят, как выбрать вот среди этих пациентов ранних, ранних, ранних пациентов. Именно тех пациентов, у которых действительно есть риск развития артрита, запланирована масса таких работ. Я сейчас пропускаю вот такое исследование про ИРИ. Значит, я бы даже сказал такое провокационное исследование. Это, и оно уже доложено, предварительные данные. Когда у пациента, вот смотрите, артральгия с высоким риском прогрессирования в ревматоидный артрит. Ревматоидный фактор, СЦП, СРБ больше всего лишён. Ну, трёх, это небольшое увеличение. Им давали одну инфузию, две инфузии, ретоксимаба. Всё. И действительно оказалось, что через 17 месяцев у тех пациентов, кто получил эту инфузию, подчёркиваю, речёт бартральгия, какой там ревматоидный артрит. Здоровые люди. Действительно, частота развития артрита снижалась. И вот эти исследования, вы видите, СТОП-РА, это гидроксихлорохин, это, опять же, исследования по методрексату с новым дизайном, и два исследования по ботоцепту. Я подчёркиваю, речь идёт о раннем артрите, даже не артрите, а бартральгиях, у пациентов, у которых есть АТЦП или ревматоидный факт. Это потрясающе. Вот это действительно, мне кажется, новое, то, что произошло в ревматологии за последние полтора-два года. Ну и так вот, если мы реклассифицируем вот эту картиночку, то вот так можно представить, по крайней мере, гипотетически, как некий такой, ну, яркий образ будущего. Бросить курить, снизить вес. Омега-3 жирные кислоты, мы отдельно по этому поводу поговорим, потому что потрясающе. Новые данные получены по поводу рыбьего жира. Я всегда интуитивно чувствовал, что это очень важно. Статины у тех пациентов, у которых есть показания для назначения статинов, это гидроксихлорохин, метатрексат, конечно, не всяких сомнений, это профилактический препарат, ретуксимап, аботоцепт. Отдельно можно поговорить потом по поводу ингибиции интерлекина-2317. В Litуче... Редактор субтитров Н. så god dag. Каверэ. Звучит ремиций,